Ребята, всем привет! Меня зовут Арина Корчкова. В сегодняшнем видео я расскажу о том, как я выучила испанский до уровня C1+. Всё без воды. Поехали! Всё началось с того, что мне подруга предложила изучать испанский, и я решила хорошо поддержать тебя и начала смотреть испанский полиглот за 16 часов. Посмотрела эту программу два раза, потому что я её первый раз смотрела, когда у меня была температура. Всё законспектировала, всё записала. Я в тот момент ещё не знала, что конспекты можно найти онлайн, но ничего страшного, просто всё я от руки записала и всё достаточно хорошо запомнила. В тот момент мне было 14 лет, где-то так, и я уехала в США, и там продолжала обращать внимание на испанский язык. Где-то я прочитаю книжечку, книжечку самую лёгкую, да, то есть по Бриана, я о ней очень много рассказывала, бедная Аня. Её читают все в Америке, кто учит испанский язык. Она специально написана для американцев на испанском языке. Тут книжку прочитала, там где-то видео посмотрела. В общем, я потихоньку влюблялась в испанский язык. А затем, когда я уже приехала в Россию, у меня появилось больше времени, и я посмотрела сериал, который называется «Миви далёко» от BBC и сериал «Экстра». Это тоже сериал совсем для начинающих. Посмотрела я его ещё больше влюбилась в испанский язык, и затем купила книгу «Испанский шутя» по методу Ильи Франко. И ещё читала книжку «Маленький принц». И по поводу книжек, да, я записала отдельное видео для начинающих. Там я прямо сказала, какие книжки я тоже читала. Поэтому можете посмотреть, записать и прочитать все эти книжки тоже. Также я параллельно купила книжку о грамматике Куцубиной. Она прошла где-то 10 занятий, умер от скуки, убрала его на полку, до сих пор не закончила эти задания. Эта книга больше для университета, но действительно, я не могу сказать, что мне это грандиозно понравилось, нет. Потому что там было очень много слов, которые я никогда в жизни бы не использовала, да, по сельскому хозяйству и так далее. Если я не работаю в этой сфере и не учусь в этой сфере, то не использую эти слова, логично. Но все равно, да, то есть это было что-то. В Магнитогорске на тот момент я не могла найти какую-то другую книгу и не рекомендую ее. Сейчас я бы взяла книжку «Espaniel Envisa». Затем я посмотрела сериалы, начиная с русскими субтитрами, потом с испанскими, а потом уже смотрела без субтитров. Первый сериал был «Гран Отель». И вообще вот список, да, «Виз-за-вис», «Гран Отель», «Муньяка Брава», «Эль Барко», «Эль Темпо Эдра Куртура», «Лёх Темпо Дэ Герра» и еще кучу фильмов и сериалов. Я уже записывала и видео на эту тему, и рассказывала у себя в Инстаграме много раз, да, какие классные сериалы можно посмотреть. Так что вы можете еще раз посмотреть данный список. Но вот те, которые я назвала сейчас, это самые-самые, которые мне запомнены больше всего. Вообще я, в принципе, очень люблю испанцев кинематограф и с радостью смотрю их фильмы и сериалы. И затем я уехала в Аргентину на год по обмену по программе AFES. Есть тоже отдельное видео, где я рассказывала и про школу в Аргентине, и рассказывала, как я туда уехала. Можете посмотреть, если спуститесь на несколько, на 4 года назад, примерно. Я уехала в Аргентину, там очень много разговаривала. На тот момент, когда я приехала в Аргентину, у меня был примерно уровень А1, но грамматика была ужаснейшая, потому что я так ее особо нормально и не выучила. За три месяца я подготовилась к экзамену Дели, сдала экзамен Дели. Сначала сдавала на уровень B2, потом сдавала на уровень C1, оба раза сдала. Причем на уровень C1 сдала с более хорошим баллом, чем на уровень B2. Есть отдельное тоже видео, вы можете по этому поводу посмотреть. Подготовка к Дели была действительно очень непростым шагом, очень интересным шагом. Но вообще языковые экзамены я очень люблю, и сейчас думаю о том, чтобы пойти и сдать на заключительную ступень на уровень C2. Вам очень рекомендую загореться в идее подготовки к экзамену, потому что это очень классная цель, есть четкий дедлайн, есть четкое понимание, к чему мы идем и когда нужно прийти к этой цели. Также в Аргентине я параллельно прочитала книжки на испанском «Алхимик», «Тысяча сияющих солнц», «Воин, прожревший кольчуги», «Ами мальчик со звезды» и несколько книжек по йоге от Эйнгара, тоже на испанском. Несколько книг Николаса Спаркса. Сразу скажу, Николас Спаркс, вот для всех, кто изучает языки на любом языке, да, вы читаете эту книжку, читается очень легко, читается достаточно просто, потому что лексика достаточно простая используется в его книжках, и книжки действительно интересные. Также я прочитала книжку «Мафальды», написал ее аргентинский писатель, и книгу «Игра в классики». Это одна из лучших книг, что я читала, кстати, «Игра в классики», да, затем была книжка «Сто лет одиночества», но я ее еще не закончила, просто отложила, и нужно будет еще раз дочитать ее и перечитать. Когда я готовилась к экзамену, я перерешала все существующие книги по подготовке к Деле, это «El Cronometro», «Prisma», «Preparsión al Diploma de Español», и прошла уровни B1, B2, C1, и даже несколько тестов уровня C2 для того, чтобы, когда я пришла на уровень C1, да, снова, мне уже показалось это легко. То есть сначала усложним, чтобы было очень сложно, потом вернемся на сложное и поймем, что, в принципе, это легко. Вот такую я использовала теорию. Потом я поступила в Венский университет, и в Венском университете мы действительно очень много работаем над переводами, испанский, немецкий, немецкий, испанский. Много делаем конференций, много делаем презентаций на разные темы, да, работаем много с культурой Аргентины, с культурой Испании. У нас преподаватели просто в основном либо из Аргентины, либо Испании. Записываем видео, записываем какие-то исторические, у нас есть конференции, которые мы ведем тоже на испанском языке, все идет. Поэтому, если вам интересно узнать именно про упражнения, которые вам на Венском университете по-испанскому, тоже малькните мне в комментариях, сразу же запишу это видео. И ещё с радостью сейчас вам расскажу о наших курсах. У нас есть два курса по испанскому языку. Первый курс — это курс El Cambio. Про него уже, наверное, слышали, если смотрели мои видео. Это курс для начинающих по испанскому языку. Творческий курс для того, чтобы выучить испанский язык. Он действительно очень наполненный, очень непростой. Его очень мало кто из наших студентов проходил сразу за раз, потому что вам приходится учиться действительно очень интенсивно на протяжении двух месяцев. И ученики стараются либо продлить, либо берут специальный такой пакет, что они могут заниматься год по данному курсу, потому что этот курс состоит из ступеней начинающей и ступеней продолжающей. И поэтому им хочется сделать все упражнения, потому что упражнения творческие, упражнения очень интересные, но достаточно сложные, потому что мы не вставляем, там, вставьте в скобочки окончание. Мы работаем больше с использованием языка. И все, кто выходит с курса, если выполняли упражнения, они спокойно разговаривают без языкового барьера, они спокойно смотрят сериалы без субтитров. Читают книжки, разговаривают с носителями языка из разных стран. В общем, действительно, это очень интересный, творческий, полезный курс. Если у вас уровень B1, B2, C1, вы можете обратить внимание на наш новый курс, который мы создали вместе с преподавателями-носителями языка из разных стран и также с русскоязычными преподавателями, которые жили в разных странах. Этот курс, он больше направлен для того, чтобы все пробелы ваши убрать, чтобы у вас была четкая структура испанского языка. Также, безусловно, вас ждут наши творческие техники и методики о том, как учить по 600 слов в день. Этот курс, он действительно вас подготовит к тому, что вы будете спокойно общаться без грамматических ошибок. Мы всю грамматику прям идеально прорабатываем. Мы взяли структуру, да, сефок, что вам нужно обязательно знать на определенном уровне, на уровне B1, на уровне B2, на уровне C1. Мы проработали занятия и упражнения таким образом, что каждый раз, когда вы проходите грамматику, вы не только ее прочитали, вы не только там прорешали, но также вы это использовали на письме или в речи, да. Мы создали такую систему, что у вас есть и четкая структура, по которой вы идете, и также творческие задания, с помощью которых вы закрепите все то, что вы узнали на уроках. Если вам интересна информация по данным курсам или по индивидуальным занятиям в нашей школе TripText, вы можете перейти по ссылкам внизу, я оставлю всю информацию, и мы будем рады видеть вас на наших курсах. И это был мой такой путь испанского языка. Если вам было интересно, ставьте лайки, пишите комментарии, если у вас остались вопросы, тоже пишите их обязательно в комментариях. И мы увидимся с вами в следующем видео. Меня зовут Арина Корчкова. Пока-пока!